Всем привет! Сегодня у нас 10 июня. Уже не снимал видео где-то около месяца. Как я уже говорил в прошлых двух видео, я поступил на Ausbildung. И как раз все это время, на протяжении этого месяца, я к нему готовился. И сейчас я вам расскажу, как я готовился, чем я занимался. Возможно, это видео будет кому-то полезным, а возможно, кому-то просто интересно. Учеба у меня уже начинается в следующий понедельник. Осталось мне совсем ничего, сколько тут 5 дней. Поэтому давайте посмотрим, чем же я занимался этот месяц. Поехали! Ну, давайте свой рассказ я начну со своего рабочего места. Так оно сейчас выглядит. Естественно, я немножко его прибрал к съемкам. Видите, у меня здесь документация, всякие пульты. Сейчас я вам подробно расскажу, что здесь и как. Начнем с того, что обучение свое я начал с того, что скачал приложение Deutsche Bahn сигналы на мобильный телефон. Покажу вам, как оно выглядит. Стоило оно, по-моему, 5,5 евро. И оттуда я начал учить, ну, собственно, сигналы. Смотрите, сделал себе такую, как это называется, табличку со всеми сигналами, которые мне предстоит выучить. Ну, забегая вперед, скажу, что многие из этих сигналов, конечно же, я уже выучил. Начал я, конечно, с таких вот основных сигналов, без которых вообще как бы никак. Значит, это что касается сигналов. Дальше, конечно же, как я уже, по-моему, в прошлом видео говорил, то, что у меня тесть является машинистом, уже с большим стажем, он мне активно помогает. И он меня подогнал такую вот литературу. Видите, у меня здесь трипфорцоги, бедильный, бауррайх и 423. Короче, это эксплуатация 423 модели, 430 модели. Это всякие положения и сигнальная книга, да, сигнал-бух. В принципе, вот это и эта книжка, которую мне тоже подарил тесть. Буквально вчера она пришла. Это одно и то же. Здесь как бы с разъяснениями. Очень классно. Я вчера мельком ее посмотрел. Так, смотрите, как у меня происходит обучение, как я для себя сделал такую модель. Значит, я читаю теорию, выписываю оттуда незнакомые мне слова, записываю их в свой дневничок и, соответственно, заучиваю слова. Дальше в интернете есть очень такой полезный сайт, называется tfausbildungde. Здесь очень много полезной информации. Вот видите, я все эти главы уже прочитал, скажем так, изучил. Вот у меня тут переводчик сразу. И тоже из этих глав очень много непонятных мне слов, которые я выписал и, соответственно, заучил. Значит, в чем основная такая трудность, то, что слова очень часто такие специфичные и их нельзя перевести в словаре, поэтому приходится как-то догадываться по смыслу и все такое. Значит, также мне очень активно помогает моя теща. С ней мы по телефону тоже тренируем, мой немецкий. И, скажем так, надеюсь, это принесет свои плоды. Смотрите, дальше у меня, как вы видите, на столе такой вот интересный пульт и флешка с ЦУЗИ. Давайте пару слов. Значит, ЦУЗИ – это ЦУК-симулятор. Так это выглядит. Видите, у меня подключен пульт. И чтобы установить этот симулятор, мне, конечно, пришлось установить Windows на свой Mac. Пару слов давайте про этот симулятор. Стоит он 60 евро. Это уже с доставкой. Он продается, скажем так, в двух видах. Можно его на Steam заказать. Что-то он, по-моему, чуть-чуть дешевле стоит. Либо на флешке, как у меня. Вот так вот это выглядит. Из этого симулятора я очень много для себя подчеркнул. Закроем потом. Очень много я для себя подчеркнул. Скажем так, есть такие моменты, которые ты вроде читаешь, вроде тебе понятно, но когда ты начинаешь ехать, ничего не понятно. И поэтому тоже мы со своим тестем разобрали мне непонятные вопросы. И вроде сейчас у меня даже очень даже неплохо получается водить. Что касается этого симулятора, этого, этой ЦУЗи, да, то, что он является, ну, скажем так, официальным, официальным симулятором для подготовки машинистов. Он ставится на такие специальные станции. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Люди тренируются, так что я уже начал свое вождение. Вот. Значит, повторюсь, из чего состоит моя подготовка. Значит, я читаю теоретическую часть, выписываю оттуда слова, учу их, и потом у меня такое, скажем так, практическое вождение. Давайте пару слов про этот пульт. Называется он Rail Driver. Новый он стоит 249 евро. BU-варианты стартуют где-то ценник 150 евро. Не знаю как, нам повезло, но мы его купили за 30 евро. Таких цен и близко нету. Изначально, даже когда мы его покупали, мы даже думали, что это какой-то мошенник продает, что это не по-настоящему, что он придет. Но, как видите, он работает. И все отлично. Выглядит он очень даже ухоженно. Поэтому единственное, что у меня, конечно, не очень получилось пока что настроить вот эти рычаги, чтобы управлять, корректно управлять этим симулятором. Что-то какая-то чувствительность у них не такая. Я в форуме почитал туда-сюда, но что-то там многие с этим сталкиваются. Но сильно на это время отрять не хочу, поэтому я его использую, вот эти клавиши, и накладываю как бы эти рычаги. Ну, в принципе, меня все устраивает, и опять же, цена 30 евро. Поэтому это ни о чем. Но как-то так. Вроде я все вам рассказал вкратце. Такое видео получится коротеньким. Но, надеюсь, кому-то будет полезным. Так что, если что, пишите в комментариях, я вам отвечу. Ну и в заключение еще хотел сказать пару слов. А именно, значит, мне уже на прошлой неделе пришло письмо от моего работодателя с приглашением, то, что обучение мое начинается 15 числа. Значит, первый день будет у нас проходить с 10 часов до 16.00. Это будет такой вводный день. Я думаю, что там нам расскажут просто о ходе обучения, наверное, как это все будет происходить. Опять же, на данный момент я не знаю, как это все будет происходить. Напомню то, что мое обучение будет проходить 10 месяцев. Значит, это что касается приглашения. Второе. Естественно, я на эту ситуацию с обучением смотрю как бы трезво, понимая то, что мое слабое звено – это язык. И, возможно, получится так, что вот этот пробоцайт, этот у меня пробоцайт – это один месяц. Возможно, я его не пройду. Вот. Ну, в любом случае, мы тоже так с супругой посмотрели. Сейчас все школы, языковые курсы, все закрыто из-за этой пандемии. Поэтому так и так я бы это время сидел дома. Вот. А искать какую-то подработку – это тоже как бы несерьезно, потому что пора что-то искать на долгосрочку. Поэтому в любом случае это обучение для меня не будет бесполезным. Я лишь надеюсь на то, что у меня получится пройти его. И если у меня это получится, это будет для меня такой победой. Это, не знаю, сравнимо как в космос улететь. Вот. Опять же, тоже все говорят то, что все так начинали, то, что всем было тяжело, то, что язык потом, как бы, когда ты начинаешь работать, учиться, он быстрее к тебе прилипает. Ну, опять же, я верю, что у всех так оно было. Но, как у нас обычно говорится, то, что советовать легче, чем когда ты сам в этой ситуации. Поэтому я как бы на это смотрю. Ну, не знаю. Будем надеяться, что у меня такой же будет хэппи-энд, как и у всех. Вот. Так что, если я что-то забыл, задавайте в комментариях вопросы. Постараюсь ответить. Также постараюсь почаще снимать видео. Надеюсь, тема с аутсбилдингом у меня будет продлеваться. А не получится такое, что следующее видео будет, типа, все, мое обучение закончилось. Надеюсь, что все-таки у меня все получится. И я вас буду держать в курсе событий, как это все вообще происходит. Вот. Ну, наверное, на сегодня все. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok